Эта Олимпиада юбилейная, десятая. Здесь находят самых активных и самых умных учеников. Участники узнают что-то новое, некоторые впервые выполняют серьезную исследовательскую работу. Я узнала самое большое озеро Приморского края, реки, которые находятся в Приморском крае, и много другого материала. Работа была достаточно сложной. По материалу трудно составить презентацию. Ты думаешь и представляешь, как это все будет представляться, где надо переключить вовремя. Маша заняла третье место. Чтобы узнать, какому государству изначально принадлежали Курильские острова, перечитала много материала в библиотеке и сети интернет. Родные и близкие вместе с ней переживали накануне Олимпиады. А бабушка даже попросила распечатать и ей полезную информацию о крае. Ей понравился мой реферат, ей понравилось, как я его рассказала перед ней. И она сказала, что мы все обязаны знать правду, мы все обязаны знать то, что эти острова наши и они по праву принадлежат нам. Анжелика со своим выступлением заняла второе место. Она рассказала о военном параде, проведенном на Красной площади перед началом Второй мировой войны. Мне было интересно, как проводились наши парады, история, сила духа нашего народа, как они противостояли. В Олимпиаде приняли участие ученики двух возрастных категорий – с шестого по восьмой классы и старшеклассники. Школьники читали рефераты, представляли мультимедийные проекты, отвечали на вопросы жюри. Цель этого мероприятия – чтобы ребята больше узнали о своем крае, о людях проживающих, о знаменитых людях, которые проживают, и вообще знали историю своего края. По итогам Олимпиады среди шестых-восьмых классов лучшую исследовательскую работу представила школа номер 32. Среди девятых-одиннадцатых классов первое место заняла школа Воздвиженского городка. Лучший мультимедийный проект представили ученики гимназии номер 29 среди шестых-восьмых классов. А среди старшеклассников первое место заняла школа села Раковка.